Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.e. Меня зовут Александр. Перед вами очень интересная модель. Это Blackview BV6000. Это долгожданное продолжение серии защищенных смартфонов от компании Blackview. Это компания относительно новичок в плане выпуска смартфонов. Линейка смартфонов не так велика, но вот данная модель нашумела очень сильно. Нашумела в первую очередь своими техническими характеристиками и в принципе в этой ценовой категории я не знаю защищенного смартфона с защитой IP68 с таким достойным уровнем технических характеристик. Поставляется модель в точно такой же коробке, как была в Blackview BV5000, только вроде бы немножко потолще. Здесь представлены основные технические характеристики этого смартфона. Давайте рассмотрим, что там в комплекте у нас поставляется. Тут лежит сам смартфон. Зарядный блочок у нас на 2 А. У нас есть гарнитура вот такая вот с наушниками. Вот эта черненькая, это вот от коробки. Она такой цвет приобретает. И есть OTG-разъем с специальным удлиненным штекером. И вот такой вот USB 2.0. Сразу же скажу, что штекер здесь удлиненный из-за того, что резиночки в смартфоне и уплотнение очень глубоко сделаны. Я об этом расскажу, покажу. Ну и как бы кабель, вот эта вся его длина попадает в кадр. Ну очень он короткий. Меньше метра 100%. Это тоже, я считаю, недостаток. Также в комплекте поставляется вот такая вот мини-инструкция, чтобы пользователь понимал, что в смартфоне открывается всего лишь одна часть, куда можно поставить симки. Об этом я тоже расскажу. Документация от производителя. И вот такой вот набор, набор отвертка и запасные резиночки с болтиками. Смартфон Blackview BV6000. Экран здесь представлен в размере 4,7 дюймов. Здесь HD-разрешение дисплея. Здесь три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Сверху у нас 8-мегапиксельная камера с датчиком приближения освещения и динамик. С этой грани у нас есть вот такие вот кнопочки. Это кнопка фотографирования, кнопка SOS и кнопка PTT. PTT это кнопочка, которая предназначена для выполнения функции типа рации, но в данном смартфоне рации нет. Поэтому можно пользоваться какими-то сторонними программками, сторонними приложениями, где можно использовать эту кнопку. Просто так вот получив эту модель сразу же, вы эту кнопку нигде использовать сразу же не сможете. Потому что ты ее нажимаешь и ничего не происходит. Кнопочка SOS. Это выполняется функция SOS, естественно. Есть настройки этой функции в меню смартфона. То есть, если у вас что-то где-то произошло, так как это смартфон для активного способа жизни, попали вы там где-то под завал или еще что-то, вы можете либо нажать... Ну, то есть, вы можете настроить эту кнопку SOS под себя и одной клавишей SOS. Вы можете либо отправить смс-ку, либо сразу позвонить. Ну и кнопка фотографирования. Здесь все ясно для фотографирования, в общем. Здесь кнопка включения-выключения, качелька громкости, точнее две кнопочки вверх-вниз, плюс-минус это громкость. Вот эти вот панельки, они представлены из пластика. Сзади смартфон имеет вот такой вот внешний вид. Здесь есть E-Mail, здесь есть логотипы о том, что этот смартфон, от чего он защищен. От воды, от пыли, от ударов. Есть логотип Blackview. 18-мегапиксельная камера со вспышкой. Полностью смартфон выполнен из резиновых таких вставок. Конструкция очень интересная. И есть такой момент. А, сверху у нас разъем для наушников, который открывается. Ну, довольно-таки легко можно много туда вставить. Разъемчик удлиненный. То есть, это тоже нам придется учитывать. И здесь разъем у нас для microUSB, для зарядки, для подключения компьютера. Разъемчик тоже удлиненный. То есть, просто так обычный кабель USB сюда не вставишь. Считаю, это тоже недостатком. Ну, потому как были смартфоны в моей практике, где это все было реализовано нормально. Например, те же Land Rover A8 и Land Rover A9. Там можно было заряжать смартфон любым кабелем. В данном случае, ну, если у вас, не дай бог, там поломается, перетрется USB-шка ваша 2.0, то придется искать тоже с удлиненным кабелем. Ну, не думаю, что это супер грандиозная проблема. Модель по классу защиты от производителя заявлена как IP68. То есть, данная модель у нас защищена от воды при определенных условиях, от попадания пыли. То есть, это защита более мощная, нежели IP67. В комплекте поставляется вот такая вот отвертка. Я сейчас вам покажу, расскажу, где что откручивается. Откручивается, и я был приятно удивлен, что компания сделала вот такой вот выбор. Дело в том, что откручивается, раскручивается только вот эти два болтика. Все остальное у нас в смартфоне, это уже для каких-нибудь проникновений внутрь. То есть, для выполнения каких-нибудь ремонтов, сервиса и так далее. То есть, о чем я говорю, к чему я клоню. Производитель, в отличие от многих предшествующих моделей, ну, по крайней мере, я не держал в руках смартфон, который точно так же бы открывался. Здесь есть у нас уплотнение от воды. И всего лишь вот такое вот отверстие, куда может попасть вода. Все остальное у нас монолитно сделано на заводе. И это огромный плюс, потому что защищать смартфон с полностью по всей площади его задней крышки и защищать смартфон всего лишь вот в этом месте. Как вы думаете, куда вода попадет легче? Вот если бы здесь по всей площади были эти все болтики уплотнения и вот такая вот резиночка, как в Black U, BV5000, как в ландроверах, как в MAN, как в Hammer и так далее. Или же здесь, когда защитить все это нужно вот такой вот резиночкой, когда защищается это все двумя болтами плотно прижимающими. Я считаю, что в данном случае конструкция, ну, чуть ли не идеальна. И вот такая защита у нас будет позволять нам действительно пользоваться смартфоном под водой. К сожалению, в данном обзоре вы не увидите тесты удара с прочности, тесты пыли, тесты воды. Производитель, официальный производитель на своем официальном канале постарался, сделал множество различных видео, где показывается ударопрочность, влагосощищенность этой модели. Я лишь представлю вам то, что к нам приехало, то, как это все выглядит и что на самом деле правда и неправда. Поэтому здесь две сим-карты, как вы можете увидеть, эти сим-карты одна вставляется вот таким вот образом, другая вот таким и слот под карточку памяти. Поэтому по защищенным свойствам, по конструкции, как это все сделал производитель, я считаю, что сделали они очень-очень грамотно и очень это все будет достойно работать. И однозначно это все будет намного лучше, нежели у Blackview BV5000, да и у многочисленных других смартфонов, которые были с полноценной открывающейся задней крышкой. По техническим характеристикам, конечно, эта модель очень интересна. Производитель заявил у нас действительно такие серьезные технические характеристики, благодаря чему данная модель показывает 46161 балл. Чтобы вы понимали, например, тот же Meizu M3 Note, который якобы там суперпроизводительный и он незащищенный и там закос идет под производительность. В первую очередь всегда в таких смартфонах он показывает меньше, он показывает 42-44 тысячи баллов и это печально. Технические характеристики это 6-й Android, это MTK6755 процессор, 8-ядерный по 2,0 ГГц максимальная частота работы каждого ядра. Это 64-битный процессор. Далее у нас здесь 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенных, плюс можно поставить карту памяти. HD разрешение дисплея у нас, графический ускоритель Mali-T860, 18-мегапиксельная камера, фронталка у нас заявлена до 8. По поводу камеры я считаю, что это интерполяция, ну и покажу, расскажу вам немножко позже. Multitouch у нас здесь пятиточечный и в смартфоне присутствует огромное множество различных датчиков. Я медленно вам пролистну, а вы медленно их посмотрите, почитайте, что оно такое. Если нужно, сделайте стоп. Экран у смартфона 4,7 дюймов, HD-матрица. Если говорить о этом смартфоне среди чисто защищенных, то, конечно же, экран очень яркий, очень сочный, очень интересный. Если же говорить среди всех-всех-всех смартфонов, то, конечно же, экранчик здесь довольно-таки слабенький по сравнению с конкурентами, не защищенными, такими как Meizu, такими как Xiaomi и так далее. Но по производительности данная модель очень даже сбалансирована, очень имеет серьезные технические характеристики, плюс на борту 3 гигабайта оперативки и 32 встроенных. Прошивка здесь с русским, с украинским языком. Более глубокие настройки некоторые есть на английском. Например, настройки кнопки SOS, настройки каких-нибудь датчиков жестов и так далее. То есть есть некоторые настройки на английском. Но это все уже такие настройки, которые не особо нужны для пользования. Все основное у нас, естественно, на мультиязычном андроиде. Тут все стандартно и выдумывать нечего. Экран у нас с IPS-матрицей. Никаких воздушных прослоек здесь не существует. Плюс ко всему экран втоплен в корпус вот этой вот резинки, которая по граням, по ободкам. То есть даже если вы положите смартфон вот так вот, он не касается дисплеем поверхности и тем самым не царапается, и тем самым будет служить долго и счастливо. Я тестировал в этом смартфоне GPS. GPS я тестировал. Спутники ловят моментально. Есть поддержка GLONUS навигации. Все в этом плане отлично. Также я тестировал, конечно же, аккумулятор. Аккумулятор заявлен от производителя здесь на 4200 мАч. Это довольно-таки емкий аккумулятор среди, опять же, и защищенных, и даже незащищенных смартфонов. Поэтому вот эти 10173 это действительно хороший показатель. Это действительно показатель, который соответствует 4200 мАч емкости. И поэтому по аккумулятору здесь однозначно тоже плюс. В очередной раз, чего не коснись, производитель не соврал и заявил хорошие характеристики, которые соответствуют действительности. Что касается производительности, я уже сказал, что данная модель среди автономников это вообще лидер, которых свет не видал. Ну и среди обычных смартфонов, даже топовых, даже таких как Meizu M3 Note, эта модель с легкостью может потягаться. Потому что производитель установил действительно качественное, мощное железо. Я вам сейчас просто продемонстрирую, как работает Asphalt 8, чтобы вы сами все поняли. С играми все в полном порядке, ничего здесь не будет глючить. Процессор действительно очень мощный. А главное сбалансированный и оптимизированный под прошивку данного смартфона. Что касается звучания, звуком эта модель особо громким похвастаться не может. Например, так как серия Land Rover A8 и серия Land Rover A9. Что касается звучания внешнего динамика, это довольно-таки громкий звук, но средней громкости и качество тоже средненькое. Звук этот исходит из этого динамика. Вы только что его могли слышать в Asphalt 8. Что касается разговорного динамика микрофона, здесь без нареканий. Все вроде бы чистенько, громко, звонко, нормально слышно собеседника. Ничего нигде не пропадает, естественно. Ну, это как бы не подвальный смартфон, поэтому все в этом плане всегда будет хорошо. В наушниках звучание тоже среднего уровня. Звук вроде бы нормальный, но и в то же время как-то вот немножко не хватает ему басов, немножко не хватает чистоты, звучания. Плюс ко всему разъемчик утоплен. Ну, то есть, как бы, этот смартфон не для меломанов и, как бы, немножко для других целей сделан. Поэтому можно закрыть глаза, но можно отнести к недостаткам. Теперь поговорим о камере. Камера здесь со стандартными настройками, настройками стандартными для андроидов, без всяких там оболочек, MIUI, флаймов и так далее. Стандартные настройки от производителя это 18 мегапикселей, но что я хотел заметить, когда мы ставим 13 мегапикселей, у нас можно выполнить... Так, сейчас посмотрим. Вот, у нас можно выполнить 16,255 снимков, когда мы ставим 15, это 15,322, но когда мы ставим 18, то это число не меняется. То есть, скорее всего, здесь интерполирована немножко камера и реальных 15 мегапикселей. Фронтальная у нас камера идет 8-мегапиксельная, видео записывается в формате Full HD. Что могу сказать по поводу камеры? Для защищенного смартфона, я считаю, опять же, что камера очень и очень на достойном уровне выполнена, потому что снимки она производит действительно качественные, матрица действительно неплохая, фотографии получаются хорошими, но на этом экране фотографии получаются не очень яркими. Это нужно еще смотреть, как эти фотографии будут смотреться на компьютере. Видео записывается в формате Full HD, автофокус работает хорошо. Поэтому, опять же, среди защищенных смартфонов в аналогичной цене камера тоже очень достойного уровня. Насколько эта модель будет защищена от ударов, я думаю, что будет она защищена нормально, потому что здесь действительно есть прорезиненные вставочки, и они как раз в тех нужных местах, где это как часто бывает. На уголках это все представлено в резинке, которая будет у нас хорошо. Вот это все резинка, вот это все резинка, вот это пластиковые вставки, вот это резинка. Поэтому, компания Blackview представила очень интересный смартфон, BV6000. Эта модель сбалансирована по всем своим техническим характеристикам, по начинке однозначно. Эта модель одна из лучших сейчас на рынке. По защищенным свойствам заявлена функция защиты IP68. Это защита от воды, от ударов и от пыли. И довольно-таки интересно реализован корпус. Достоинством является вот эта вот малая площадь защиты от воды, и все остальное монолитное, неразборное. Аккумулятор я даже не видел, какой он и что он там из себя представляет. Это уже нужно раскручивать корпус полностью. Есть некоторые особенности, недостатки мелкие у этого смартфона. Это, во-первых, то, что эти все разъемчики утоплены. То есть, разъемы все понадобятся вам более с длинным штекером, как наушники, так и для microUSB. Также к недостаткам могу отнести некоторые ощущения свое от звучания этого смартфона, как в наушниках, так и внешнего динамика. Ну, не отличается он каким-то особым хорошим качеством. Ну, и для всей же композиции уже, для любителей, для рядового клиента нашего, конечно же, хотелось бы, чтобы эти вставочки были не пластиковые, а металлические. Тогда бы, конечно, и смартфон был потяжелее, и композиция была бы поинтереснее. Потому что вроде бы все супер, вроде бы все отлично, но вот этот вот пластик, который тепленький, который, ну, никак не металл, ну, немножко портит ощущение, но внешне, конечно, все смотрится шикарно. На этом все. Подписываемся на наш канал. У нас в карточке товара будут ролики о том, как этот смартфон бьют, топят, переезжают машиной, возят на радиоуправляемые машинки и так далее. То есть смартфон действительно защищенный, это вы это все сможете посмотреть. Заходите к нам в интернет-магазин, подписывайтесь на канал, на группу, покупайте Blackview BV6000. Свет пока что только черный, но в будущем будет, скорее всего, и желто-оранж. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok